Соглашение о сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей глава Ульяновской области Алексей Русских подписал в прошлом году. Это позволило улучшить инвестиционный климат в регионе. Потенциал наших предприятий не раз оценивали руководители федеральных структур. Сейчас власти работают над дальнейшим развитием промышленности, в том числе сферой импортозамещения. В условиях глобального санкционного давления, необратимых сменений мировых рынков, активное, тесное сотрудничество сегодня и органов госуправления, работодателей, областных профсоюзов открывает для нас все-таки достаточно широкие возможности по выстраиванию межрегиональной кооперации. Межрегиональную кооперацию Ульяновская область включилась одна из первых. Это позволило в оптимальные сроки заполнить освободившуюся нишу в сфере промышленности, а именно найти новых поставщиков сырья и комплектующих для заводов и предприятий. Помогают бизнес-миссии. За последний год выезды были организованы сразу в 10 областей республик. А это новые соглашения, рынки сбыта и, как следствие, развитие экономики в целом. Пиратка 180 заключенных контрактов, уже более миллиарда рублей отгруженной продукции. Это увеличение объема производства наших предприятий, это загрузка производства, это дополнительные налоги, бюджет, занятость населения Ульяновской области. Опыт Ульяновской области в этом направлении отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Ему наглядно продемонстрировали мощности ульяновских флагманов в авиастроительной отрасли. Сегодня мы получили еще приглашение посетить целый ряд предприятий. Это ведь не просто гостеприимство хозяев, а это и желание показать, что могут ульяновские предприятия, во-первых. А во-вторых, что им мешает достичь тех результатов, на которые они рассчитывают. А именно кадровый голод, освоение высоких технологий требует времени и углубленного изучения основ. Познать их будущие специалисты могут в ульяновских вузах. Здесь работают профильные кафедры. Плюс многие предприятия проводят курсы повышения квалификации. Сейчас поступило предложение расширить программу. Но есть целые новые пласты, так сказать, потому что многие технологии приходится восстанавливать до того уровня, чтобы они были конкурентны. Это инженеры-разработчики и инженеры-исследователи. Спрос на такие профессии большой. В итоге комплексная работа позволит нарастить мощности предприятий и сформировать технологическую независимость региона.